Вы слушаете Радио России, Ульяновск. Добрый вечер, дорогие земляки! По стране зашагал год российского кино. И в прошлом выпуске «Фронтовой реликвии», рассказывая о герое Великой Отечественной войны, нашем земляке, одном из защитников Брестской крепости, Алексея Наганове, которому в прошлом году, напомню, исполнилось 100 лет со дня рождения, мы с сотрудником областного кривейческого музея Галиной Величкиной не могли не вспомнить ставший знаменитым фильм пятилетней давности «Брестская крепость». Та кинолента донесла до нас многие десятилетия спустя событие первого месяца войны на западной границе Советского Союза. И при той встрече в студии Галина Борисовна предложила напомнить нашим землякам в эфире еще об одном, некогда суперпопулярном телевизионном киносериале поставленном почти полвека назад, в конце 1960-х годов, по документальному роману и сценарию известного писателя Юлиана Семенова в трехсерийном фильме «Майор Вихрь». Дело в том, что за одним из персонажей фильма, реально существовавших в войну, как оказалось, стоит военная биография нашей землячки Елизаветы Вологодской. А в активе музееведа Галины Величкиной оказалась собранная ею богатая информация об этой легендарной фронтовичке. Так появилась задумка этого мартовского выпуска передачи «Фронтовая реликвия», посвященного нашим героическим женщинам и, в частности, советской разведчице времен Великой Отечественной войны Елизавете Вологодской. Основной рассказ в студии будет вести сегодня музеевед Галина Величкина. А мы, я, журналист Лидия Берч, диктор Владислав Фитковский и звукорежиссер Светлана Дубровина, будем ее помощниками. А для начала – короткая историческая справка. В январские дни 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции Красной Армии были освобождены два польских города – Лодзь и Краков. Из сводки – Совинформбюро. Войска Первого Украинского фронта в результате умелого маневра в сочетании с атакой с фронта штурмом овладели древней столицей и одним из важнейших культурно-политических центров союзной нам Польши – городом Краков. Но только многие годы спустя станут известны подробности того спасения и освобождения Кракова в годы Второй мировой. Слово – музееведу Галине Величкиной. Действительно, город был обречен нацистами на полное уничтожение. Немцы еще загодя осенью 1944 года заминировали весь центр красивейшего города Европы. Те преступные замыслы стали известны советскому командованию и было принято решение предотвратить уничтожение древней польской столицы. И среди немногих городов Польши Кракову удалось выйти практически целым и невредимым из огня Второй мировой войны. Королевский город, город ста костелов, мекка поляков – это лишь некоторые восторженные эпитеты из современных путеводителей по Кракову. Городу, который в 1978 году занесли в список мирового наследия ЮНЕСКО как один из наиболее ценных объектов мира. А вот кто способствовал его спасению на исходе Второй мировой? На этот вопрос в нынешней Польше чаще звучат ответы, далекие от правды. Я побывала в этом красивейшем европейском городе без малого 4 года тому назад. Польский экскурсовод как-то очень осторожно говорила нам о том, как освобождали его советские войска. Не входит в нынешний экскурсионный коммерческий маршрут и мемориал, посвященный здесь советским воинам. Кстати, вдумайтесь, один из более чем 630 таких братских захоронений на территории Польши, где лежит, и опять-таки вдумайтесь, более миллиона трехсот тысяч по преимуществу безвестных советских солдат и офицеров. Очень жаль, что практически забыт и решающий вклад в спасение Кракова разведывательно-диверсионной группы «Голос» Евгения Березняка. Между тем, спасение города в 1945 году стало очень трудной и опасной операцией советских разведчиков и польских патриотов. Активной участницей боевых операций, совершенных отрядом «Голос» по спасению Кракова, была Елизавета Яковлевна Вологодская, которую мы считаем нашей землячкой. И давайте, Галина Борисовна, напомним радиослушателям, почему это так. Елизавета Вологодская родилась не на нашей ульяновской земле. Она родилась в 1922 году в Киргизии в семье Кочегара-Паровоза. Через 10 лет семья переезжает в Поволжье на станцию Инза. Родители стали работать на местном древзаводе. В семье подрастало шестеро детей, три сына и три дочки. Сначала Лиза училась в железнодорожной школе, а закончила обучение в Инзенской средней школе номер один, после окончания которой уехала к сестре в город Алма-Ата и училась там в строительном техникуме. Но после окончания техникума она снова вернулась сюда в Инзу к своим родителям. Шел уже 1941 год. А вот началом ее военной биографии можно считать 1942 год, когда комсомол бросил клич «молодежь на фронт». И вот тогда Лиза, у которой уже три брата и воевали на фронте, и, к сожалению, погибли на фронтах Великой Отечественной войны, она решила стать добровольцем. Инзенский военкомат направил ее в Рязанское пехотное училище. Ее мама Марфа Григорьевна провожала дочку в день ее рождения 7 ноября. Но в пехотное училище Лиза не поступила. Не приняли ее из-за очень маленького роста – всего полтора метра. В это время в Серпухове формировался первый специальный женский запасной полк. Вот туда-то Лиза и попала в радиозвод, в котором готовили младших командиров-связистов. И так началась ее воинская биография. В училище, в котором Лиза получала профессию радистки, она от своих девушек-сверстниц отличалась. Ну, во-первых, техническая подготовка, которую она получила в техникуме, позволяла ей без особого труда осваивать программы подготовки. Радиодело ей давалось легко. Она обладала очень хорошим, развитым музыкальным слухом, что очень важно для радиста. Любила петь, умела танцевать. Обладала очень легким характером. Она себя очень независимо чувствовала в любой компании. И очень легко, свободно, непринужденно входила в контакт с незнакомыми людьми. И вот эти-то ее качества и были отмечены в ее аттестате по окончании школы радиотелеграфистов. И Лизу направили в спецшколу разведывательного управления Красной Армии. Здесь Радистка Вологодская получала навыки сбора и обработки разведывательных сведений. Ну, что и повлияло на ее дальнейшее предназначение на фронте. Конечно. Не случайно, вот с такой хорошей характеристикой, с подготовкой, она и оказалась в распоряжении штаба 1-го Украинского фронта. И там же она и попала в группу Львов, которую готовили для запроски в глубокий тыл противника. И в начале апреля 1944 года эта группа была направлена к полевому аэродрому под городом Житомир. Всем вручили паспорта. У каждого была уже заранее подготовлена легенда. Каждому члену присвоили псевдоним. Для Лизы придумали кличку Камар. 25 апреля 1944 года группа разведчиков вылетела в тыл врага. Но так случилось, что летчик допустил ошибку, и парашютисты приземлились не в заданном квадрате, а в 150 километров от Кракова. Лиза не знала совершенно польского языка, и поэтому вот в той обстановке она приняла решение прикинуться немой. К ней привыкли, даже немцы ее не трогали. И вот в поисках информации она стала бывать повсюду. Но вскоре стало известно, что командир группы Львов, поляк Юзов, оказался предателем. Юзова ликвидировали, и группа распалась. Лизе удалось, к счастью, скрыться. И тогда эта молодая девчонка принимает очень важное решение не отсиживаться на месте, а продолжать вести работу, для которой она и была заброшена сюда, и вести эту работу самостоятельно. То есть добытый материал о передвижении немцев, о событиях в городе, об оборонительных сооружениях, Лиза шифровала и отправляла парацию в центр, подписываясь уже знакомой нам кличкой Камар. Вскоре Лиза получает приказ из центра перебраться в другой район. Оказывается, в помощь отправляется группа разведчиков с оперативным псевдонимом «Голос» во главе с Евгением Березняком. Эта группа должна была разведать краковский гарнизон противника, установить количество и нумерацию немецких войск, сосредоточенных в районе города, вести наблюдение за воинскими перевозками по железным и шоссейным дорогам через Краком, установить, какую и в каком количестве боевую технику противник сосредоточил на западном берегу Вислы. Одной из главных задач было выявление точного расположения штабов, узлов связи, аэродромов и складов гитлеровцев. То есть вот такая обычная рядовая работа разведчиков в тылу противника. И вот эту группу в ночь с 18 на 19 августа 1944 года и предполагали забросить в тыл противника. Но, как вы мне рассказывали, вновь случилась ошибка с десантированием. Да, какой-то вот злой рок преследовал сначала группу «Львов», потом группу «Голос», но это всё было объяснимо. Лётчики, когда выбросили радистов, увидели, что парашюты раскрылись, значит, было понятно, что сейчас будет нормальное приземление. Но, опять-таки, разброс получился в 100 километров от Кракова. И сильный ветер всех троих парашютистов разметал в разные стороны. Ну, в частности, Евгений Березняк приземлился в нескольких километрах с северо-восточного польского города Сосновцы. Стало ясно, что группа непредвиденно рассредоточилась. И Евгений в одиночку пешком направился на Краков, где и должен был найти радистку Елизавету Вологодскую. Но так случилось, что Евгений на какие-то доли секунды, прислонившись к дереву, уставший, как ему казалось, задремал. Очнулся он от удара прикладом, и он понял, что он попал в руки врага. Конечно, рассредоточение группы «Голос» могло иметь самые отрицательные последствия. То есть просто мог сорваться замысел командующего Первым украинским фронтом. Когда Евгений понял, что он оказался в руках фашистов, отпираться просто было невозможно, потому что все улики были налицо. Портфель был набит валютой, также оказался пистолет, батарея для радиостанции. Но уже имея опыт разведчика, именно такого практикующего, классного разведчика, Евгений решил как бы балансировать на грани правды и лжи. Он все-таки смог усыпить бдительность гестаповцев, и самое невероятное, он из-за стенков гестапо смог убежать. Галина Борисовна, но о мне беседуя с вами в студии, приходится только напомнить, что пересказываете вы не книжный документальный детектив, который когда-то написал Юлиан Семенов, назвав его, как мы помним, майор Викарь, а воспроизводите некоторые из подлинных событий конца Второй мировой войны вокруг обреченного фашистами польского Кракова. В эпицентре этих событий и оказалась 22-летняя девчонка со станции Инза, ставшая советской разведчицей Лиза Вологодская. Вообще удивительно, когда вот знакомишься с этой историей, то действительно кажется, что это какой-то захватывающий роман, детектив, но тем не менее я рассказываю вам абсолютно достоверные документальные события. Итак, через некоторое время группа разведчиков смогла все-таки воссоединиться. Березняк и Вологодская стали сообщать, добывать сведения о немецких частях, дислоцированных в Кракове. Лиза регулярно вела радиосвязь с центром, но при одном из таких сеансов в Вологодскую запеленговали. Кстати, у немцев служба по пеленгации была поставлена просто превосходно. И так случилось, что Лизу просто накрыли буквально на месте преступления. Именно в момент, когда она передавала сигналы в центр, передавала сведения. Ее и хозяина квартиры арестовали, что удивительно, Березняк был здесь же. Но он находился в укрытии, в хорошо оборудованном тайнике, между крышей и одной из стен комнаты второго этажа. Этот тайник был забит сеном. И вот один из солдат несколько раз проколол сено штыком. Просто в волоске от смерти Евгений находился. И вот действительно счастливый случай, что штык не попал в человека. То есть ему удалось избежать просто явного пленения и явной смерти. Лиза оказалась в руках гестаповцев, которые затеяли свою игру с советским центром. Хотя там о провале знали, но немцы заставили Вологодскую начать по рации ввести дезинформацию. И Лиза в первой же своей радиограмме поставила подпись «Омар», а не «Комар». Это было заранее оговорено, что если вдруг случается вот такая нештатная ситуация, то она подписывается уже псевдонимом «Омар». Это означало, что радист у противника и работает под его контролем. Для Вологодской была уготовлена камера-одиночка, которую предназначали для смертников. Но можно только представить, что эта молодая девчонка пережила, слыша и крики, и стоны. Действительно, наверное, ей попросту было очень страшно. Но все-таки вот она смогла преодолеть вот это состояние страха и вступила вот в это опасное состязание. Ведь немцы успели расшифровать ее последнюю радиограмму, когда они ее схватили. И там был код «Комар». Но на допросе Лизе удалось убедить гестаповцев, что это просто-напросто орфографическая ошибка, допущенная в спешке во время ареста. Подлинный код «Омар». Разница только в одной букве. К счастью, в ее ложь поверили. Вологодская же согласилась переводить немцам радиограммы по этому липовому коду. Правда, в радиорубке, куда ее привели, Лиза увидела свою радиостанцию, а рядом с ней массу других подобных. Для себя все поняла. Сколько разведчиков попали в руки гестаповцев. Это потом статистика подсчитает, что считалось нормальным, если до 70% наших разведчиков просто-напросто погибали. Но, насколько я уже знаю, вновь произошел прянуткий детективный поворот тех событий. Это вообще удивительная история. Допрос Лизы вел немец по имени Курт Гартман, который занимал довольно-таки высокую должность. Он был замначальника отделения контрразведки. Он происходил из семьи немецких эмигрантов, которая еще до 1917 года жила в Петрограде. Конечно, он понимал, что война Гитлером практически проиграна. И его, скорее всего, ждет смерть. И поэтому он отчаянно ухватился за эту пленную радистку, как за соломинку. Но, к тому же, молодая девчонка явно немцу понравилась. И допросы приняли своеобразный неформальный оборот. О чем только они не говорили. Они говорили о Достоевском, о Толстом, о Чайковском. И через пару дней, вот в этих разговорах, таких как бы откровенных, доверительных, Лиза вдруг поняла, что Гартман боится за свое будущее. И приняла дерзкое решение – завербовать врага. Начался удивительный поединок молодой русской радистки, оказавшейся почти в безвыходной ситуации в застенках гестапо с кавалером Железного Креста, правоверным нацистом. И все-таки, Галина Борисовна, мне не оставляет ощущения, что вы перекладываете некий придуманный детектив. Но все это было в действительности. И многие ведь годы спустя после войны вспоминала сама Елизавета Вологодская в своей книге воспоминаний. Как бы нам не казался придуманным этот невероятный сюжет, все-таки это действительно все было правдой. Вот этот поединок, который затеяла Лиза, она выиграла. Надо отметить, что ведь к этому времени Красная Армия уже полностью завершила операцию по освобождению Белоруссии и Западной Франции. Войска союзников теснили немцев о Франции, где они в начале июня открыли Второй фронт. И Гартман, конечно, узнал и о том покушении, которое совершили высокопоставленные немецкие офицеры на Гитлера. И Лиза в этих откровенных беседах, о которых я уже говорила, с этим прожженным, убежденным даже, наверное, нацистом, она вдруг почувствовала какие-то колебания его, какие-то душевные. Наверное, она в обмен на свою свободу пообещала ему оказать какую-то помощь. То есть вот на противоречие, которое творилось внутри этого нациста, Лиза решила и сыграть. Видимо, не случайно в служебной характеристике Вологодской, подготовленной, как мы помним, в специальной школе разведывательного управления Генштаба Красной Армии, было указано, что товарищ Вологодская умна и сообразительна. Умственная и зрительная память развита очень хорошо. Да, безусловно, наверное, бывалые разведчики, которые учили Лизу в той разведывательной школе, они как раз вот эти качества, присущие разведчикам, это же как талант, они в ней это разглядели. И самое замечательное, что они не ошиблись. Действительно, Лиза стала вести двойную игру, склоняя Гартмана на свою сторону, склоняя его к тому, чтобы он стал сотрудничать с партизанами, которым Лиза собиралась уйти, если Гартман окажет ей помощь. И он действительно согласился. Мало того, он дал ей письменную информацию о работе контрразведки, о пойманных советских разведчиках, местах их содержания, и фактически он содействовал побегу Лизы из-за стенков гестапо. Ну, а поляки потом ей уже помогли добраться до партизанского отряда, который располагался в окрестностях Кракова, где она снова и встретилась с Березняком. Кстати, после побега Лизы, начальника того подразделения, в котором служил Гартман, за этот побег советской разведчицы разжаловали в рядовые, а Гартмана повысили, он занял его место. А что же стало с его вербовкой? Когда Лиза появилась в отряде перед Березняком, ну, согласитесь, что вот это чудесное спасение не сразу в него поверилось. Но, кстати, ведь Березняк же сам сбежал из-за стенков гестапо, и поэтому, наверное, он всё-таки поверил в то, что действительно Лиза не предатель, что действительно ей чудом удалось бежать. После того, как она рассказала, что она завербовала Гартмана, Березняк сделал всё возможное. Была организована конспиративная встреча с новоиспечённым, с заместителем начальника немецкой контрразведки Куртом Гартманом. И он лично при встрече подтвердил свои намерения о сотрудничестве. Он же очень неплохо с детства владел русским языком, поэтому это уже как-то облегчало вот ту задачу, которая бы перед ним была поставлена. Курт Гартман при той же встрече пообещал подключить и действительно подключил к сбору сведений, необходимых советской разведке, одного из перебежчиков из Красной Армии. Вот тогда-то по этому каналу и всплыла информация о планах гитлеровцев в отношении Кракова. Группа «Голос», во-первых, она совершенно не знала вот об этих преступных замыслах гитлеровцев и в их задачу даже это вообще не входило. То есть то, что гитлеровцы готовили вот эту чудовищную операцию по уничтожению Кракова, стало просто совершенно случайно известно от Курта Гартмана. Действительно, просто чудовищный был приказ Гитлера, что в случае отступления город необходимо уничтожить. Поэтому заблаговременно гитлеровцы заминировали Егелонский университет, где учился и работал еще Коперник, резиденцию польских королей Вавель, Мариатский костел, Театр Словацкого. Они хотели взорвать центр города вместе с вступившими в него войсками Красной Армии, о чем советская сторона даже не предполагала. И вот впервые об этом чудовищном замысле фашистов Бересняк и узнал от Гартмана. И захваченного в плен майора Краковского укрепленного района Пекеля, который был причастен к подготовке взрыва города. И вот в течение двух недель в землянке разведчиков Пекель и чертил схемы минирования, нарисовал подробную карту обороны Кракова, и эту очень важную информацию Лиза Вологодская немедленно передала в штаб фронта. И во многом благодаря этому немцы в самом начале 45-го года не смогли взорвать город Краков. 17 января наши войска завязали бои на северном оборонительном рубеже Кракова. Уже имея достоверную информацию, советские саперы нашли кабель, который и вел к заложенной взрывчатке, раскопали траншеи и в нескольких местах перерубили те коммуникации, а затем оперативно захватили форт, в котором и находился главный рубильник, который должен был запустить в действие всю адскую машину уничтожения. А теперь, Галина Борисовна, давайте воспроизведем еще несколько строк из официальных справок. За пять месяцев своей деятельности группа «Голос» передала в центр около 150 радиограмм, благодаря которым советское командование получило исчерпывающую информацию о дислокации и вооружении 17-й гитлеровской армии, о структуре Краковского укрепрайона. Разведчики сумели проникнуть в вражеский разведцентр, сведя к нулю диверсионную деятельность противника. В боевых операциях группа «Голос» были уничтожены свыше ста и взяты в плен 17 гитлеровских солдат и офицеров, пущено под откос несколько воинских эшелонов, подорвано четыре моста. А радистка группы Елизавета Вологодская совершила подвиг, который поистине уникален. История Великой Отечественной войны другого такого не знает. Плененная девушка-радистка сумела перевербовать и склонить к сотрудничеству офицера гестапо, имевшего доступ к ценнейшей информации. Но это вот среди имен советских разведчиц, вошедших в историю Великой Отечественной войны, Елизавета Вологодская почти неизвестна. Да, к сожалению. Но здесь, может быть, это от того, что в разведке она была всего несколько месяцев. Хотя вот эти девять месяцев может хватить на несколько боевиков, в которых она была бы главной героиней. Кстати, в своих воспоминаниях мэтр нашей разведывательно-диверсионной службы, генерал Павел Судоплатов, утверждал, что в предвоенный период удалось завербовать всего одного агента из службы гестапо. Им был известный ныне Вилли Лемон, которого нередко сравнивают с нашим киношным любимцем Штирлицем. Но Лемона вербовали опытнейшие советские разведчики, а тут юная Лиза Вологодская, и вдобавок сама оказавшаяся в лапах гестаповцев. А что же интересно было с группой «Голос» дальше? После выполнения задания все члены группы «Голос» возвратились в разведывательный отдел 1-го Украинского фронта. Необходимо было написать отчет о своей деятельности. И вот в своем отчете Евгений Березняк честно рассказал историю и своей работы, и своего пленения, и побега из гестапо. Это признание повергло в шок офицеров разведывательного отдела и незамедлительно стало известно представителю военной контрразведки СМЕРШ. Радиско-Вологодская тоже написала в отчете об обстоятельствах своего побега из гестапо и тоже оказалась под пристальным наблюдением сотрудников СМЕРШа. Те отчеты Березняка и Вологодской поставили под сомнение, как и вербовку фельдфебеля Гартмана. Таким образом, и Березняк, и Вологодская оказались в подольском фильтрационном лагере, потому что никто не мог доказать, что они немецкие шпионы, но никто не мог взять на себя смелость и утверждать, что они героически выполнили в тылу противника особое задание. Словом, здесь они и встретили День Победы. Но ни убавить, ни прибавить. А в их жизни стал закручиваться еще один, судя по всему, непридуманный детектив. Вообще сегодня очень трудно представить душевное состояние этих поистине героических людей, когда они оказались за колючей проволокой. Ведь Подольский проверочный фильтрационный лагерь был в послевоенные годы особым заведением. В нем сосредотачивались граждане СССР, теряющие доверие властей, но имеющие надежду на восстановление своих гражданских прав. Таких, как Березняк и Вологодская, было много. Одних ждали более строгие лагеря, других – свободная жизнь. На свободе эти участники войны имели право называть себя победителями, а в другом лагере – на какой-нибудь отдаленной стройке – осужденными за предательство. Осудить их было легко, оправдать невероятно трудно. В конечном итоге капитан Березняк попал в штрафбат, ждал отправки на Японский фронт, практически отправка на тот свет. Спас его начальник отделения разведшколы полковник Яковлев. Как уж он отстоял Березняка, одному Богу известно. Расследование дела Березняка было завершено во второй половине 1945 года. Доказательства их предательства или какой-либо другой вины найдено не было. В личное дело Березняка записали. Сведения, полученные от резидентуры, голос подтверждены боями. Ему вернули паркбилет и направили во Львов. А что же стало с нашей землячкой, радисткой Лизой Вологодской? Чтобы проследить судьбу Лизы в те очень трудные дни, наверное, необходимо опять вернуться уже к нашему знакомому Курту Гартману. Он добровольно сдался в советский плен, и ему, независимо от дела Вологодской, в другом следственном изоляторе пришлось сдавать показания, в которых он подробно рассказал о том, как он содействовал побегу советской радистки. Эти показания с невероятной для того времени скоростью были доставлены в Подольск и приобщены к делу Лизы Вологодской. И следователи пришли к заключению, что разведчица может быть освобождена из подольского лагеря. И, наконец, у нее тоже началась мирная жизнь. Вообще жизнь началась удивительная. Молодые люди, оказывается, находясь вот в тех страшных, нечеловеческих условиях, смогли полюбить друг друга. Это пересняка Вологодская. Да, что, наверное, часто случалось на войне. И после вот всех вот этих событий, после освобождения из лагеря, они решили остаться вместе. Они поженились. И местом жительства выбрали Львов, где Евгений Степанович Березняк был принят на работу в городской отделе образования. Кстати, его ведь гражданская – это профессия учитель. А Лиза, поскольку она довоенно училась строительными техниками, выбрала профессию строителя и устроилась техником первого строя участка дорожного треста Львовской железной дороги. Хотя вплоть до середины 50-х годов оба находились под негласным наблюдением советской контрразведки. Правда, в середине 50-х годов жизненные их пути, увы, разошлись. Евгения Степановича направили на повышение по службе. Он переехал в город Киев. Елизавета Яковлевна осталась с их сыном во Львове. А всё-таки так хотелось, чтобы у них оставалась общая семейная судьба. Ну, вы же видите, что судьба вот их чем-то похожа на сказку. Военная судьба. И, наверное, думалось, что и послевоенная мирная жизнь тоже будет как в сказке. Прожили всю жизнь вместе, умерли в один день. Но жизнь вносит свои коррективы. Так случилось, что они расстались. Семейный корабль сделал новый поворот. Евгений Степанович остался жить в Киеве. Вторично женился. В его семье родились ещё два сына, дочь. Потом появились внуки, правнуки. Кстати, у него очень карьерная судьба. Он достиг очень значительных высот своей педагогической деятельности. А Елизавета тоже вышла второй раз замуж. Она так и осталась жить во Львове. От второго брака у неё родилась дочка. Сын Василий Березняк живёт недалеко от города Львова. А дочка Татьяна со своей семьёй выехала на постоянное место жительства в Испанию. Дождалась Елизавета Яковлевна и внуков, и правнуков. И вот каждому из этих замечательных, ну, поистине, героических людей Всевышний всё-таки подарил очень долгий жизненный век. Да, удивительно. Но, вообще-то, я уже не раз сталкивалась с тем, что ветераны Великой Отечественной войны, к счастью, живут долго. Наверное, вот какая-то закалка военная продляет им их жизненные годы. Кстати, ведь ветераны, они и очень активны. Елизавета Яковлевна много лет возглавляла военно-патриотический клуб женщин-ветеранов во Львове. За несколько лет до своей кончины она написала книгу «Фронтовых воспоминаний. Шаг в неизвестность». Ей было присвоено звание почётный гражданин города Краков. А в год 40-летия Победы, в 1985 году, она стала почётным гражданином города Инзы. Не стало её в 2010 году в возрасте 88 лет. Ну, вот вы упомянули, и я вернусь к этому ещё раз. А вот как сложилась киевская карьера Евгения Степановича Березняка? Ну, Евгений Степанович, как я уже сказала, достиг значительных высот на своём педагогическом поприще. Он стал заместителем начальника управления школ Министерства просвещения Украины. Написал несколько монографий, несколько сот статей. В 1961 году ему присвоились звания заслуженного учителя школы Украинской республики. Он стал кандидатом педагогических наук и чуть-чуть не дожил до своего векового юбилея. Он ушёл из жизни в ноябре 2013 года. До 100-летнего возраста оставалось всего лишь три месяца. Ну, а вот что же с их героической военной историей стало? О группе «Голос» на долгие годы, к сожалению, забыли. И вот впервые о действиях этой группы на территории Польши рассказала газета «Красная звезда» только в 1963 году. Кстати, в этом же году правительство Польской Народной Республики наградило Евгения Березняка высшим польским орденом вертуте милитари и золотым крестом партизанской славы. И вот эти сведения стали известны известному советскому писателю Юлиану Семёнову. Он стал собирать материал для своего очередного романа. Побывал в Кракове, где встречался с поляками, которые рассказали ему некоторые подробности о действиях советских военных разведчиков, благодаря которым и был спасён их древний Краков. Но деталей толком никто не знал. И поэтому, когда Юлиан Семёнов вернулся в Москву, он обратился к начальнику группы, который разрешил ему прочитать дело разведгруппы «Голос». И в 1967 году увидел из свет книга, основанная на документальных источниках «Майор Вихрь». И в этом же году вышел одноимённый трёхсерийный телефильм «Майор Вихрь». Галина Борисовна, вот давайте напомним слушателям, что именно ведь Юлиан Семёнов – это автор сценария и более поздней советской киноэпопеи, популярнейшей киноэпопеи «17 мгновений весны». Когда Юлиан Семёнов собирал документальные сведения о группе «Голос», то Евгению Березняку, непосредственному участнику всех событий, изучить документы разрешили только спустя два года после Юлиана Семёнова. В том числе и по Краковской операции. Да, да, то есть писатель получил доступ к этим архивным документам раньше, чем получил доступ непосредственный участник этих событий. Ну и хочется вспомнить, тогда, теперь уже в нашей ранней юности, тот советский сериал «Майор Вихрь» стал в Советском Союзе тоже невероятно популярным. А прототипом главного персонажа «Майора Вихря» явились сразу трое. Это разведчики, вот как я сейчас помню, Алексей Батян, Евгений Березняк, а также известный писатель Овидий Горчаков, известный как автор повести «Вызываем огонь на себя», с которого списаны внешность и характер майора Вихря. Образ майора Вихря в исполнении Вадима Бероева оказался не просто популярным, он стал одним из символов 60-х годов. Ну а я напомню опять-таки, что в декабре 1967 года на Втором Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Москве многосерийный телевизионный фильм «Майор Вихрь» получил большой приз фестиваля. А мы теперь знаем и новые подробности о подоплеке событий военных лет, которые составили основу его сценария. И в заключение давайте вспомним все вместе песню о тишине из того давнего телесериала «Майор Вихрь». Композитор, напомню, Андрей Шпай, автор стихов Леонид Дербинёв, а поёт Владимир Трушин. Каждый день шагают ноги, каждый день гремят тревоги, и снаряды рвутся каждый день. Очень просто может каждый с пулей встретиться однажды, только где, никто не знает где. Очень просто может каждый с пулей встретиться однажды, а ведь жизнь у каждого одна. И шагать устали ноги, и мешают спать тревоги, и никак не кончится война. Неужели это будет? Тишину услышат люди, ах, какая будет тишина! Будет необыкновенной, будет тише довоенной, в день, когда окончится война. Непременно это будет, тишину услышат люди, а пока с утра и до темна. Каждый день шагают ноги, каждый день гремят тревоги, каждый день война, война, война. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok